С Верой в спорт Абахана и Мухамедан Две команды, которые более-менее Могли себе позволить Подробнее скажем Добрый день, Сергей Итак, давайте начнем С вашего пути спортивного Как так получилось, что вы Свою жизнь связались с футболом? Когда это произошло? Ну, я не могу сказать, когда Это конкретно произошло Насколько ранее это было детство? Так, это было Первый класс Сами приняли решение, родители смотрели? Ну, нас в то время Как говорится, родители больно-то Ничего не заставляли Сами решили, сами пошли, сами ходили Никто за ручку не водил И, наверное, все начиналось с дворового футбола? Да, все было во дворе Целыми днями носились Как праздники, каникулы Как 30 градусов Никто ничего даже не думал 30 минус или плюс? Соответственно, минус Бегали в валенках Там во всем, что можно И как-то все затянулось И вот таким образом Оказывается, попадают в футбол Да И не только в футбол, наверное В любой вид спорта В любой вид спорта И не только вид спорта Но и вообще в активные какие-то мероприятия Действия Все начинается с детства Все начинается с детских увлечений Вот поэтому, опять-таки, каждый раз призываем Обращать внимание на то, что К чему тянет ребенка Куда тянет ребенка Чтобы потом предопределить уже его будущее Да, откровенно говоря, так оно и есть Я, в принципе, уроженец Кировской области Сосновка, Яцкополянского района Известная Сосновка Да, известная Сосновка Там великий лыжник был, олимпийский чемпион Женя Беляев Также Андрей Попугаев, хоккеист Который защищал цвета и сборная И Динамо Московского Ну, вот где-то я немножко поучаствовал Немножко, чуть-чуть Да, чуть-чуть Да, итак, продолжаем путь к Бангладешу После дворового футбола Как вы сказали, в первом классе Приняли решение заняться футболом Более, скажем так, углубленно Более профессионально У нас как профессионально В то время профессионального футбола Как такого не было Так Это был Советский Союз Там были дворовые команды ЖЭК, как раньше назывались ЖЭКовские команды И мы все прошли через кожаный мяч Да, конечно Кожаный мяч И сейчас существует Да, он существует Также здравствует Но раньше было И кировские ребята недавно приехали Да, тренер Каратаев Николай Леонидович Вместе мы с ним играли в Динамо Так что все продолжается Все течет И без этого никак Без кожаного мяча нельзя Это, ну, это дети То есть вы участвовали в Дворовой Своей командой Да, мы были даже В 79-м году на финале Союза Ого От Кировской области Ого Нас встречали вот в этом же здании Недалеко от нас В правительстве Кировской области В правительстве Кировской области Провожали нас в Алма-Ату Мы заняли Насколько не изменяет память По-моему, 12-е место Из 26 команд По Союзу По Союзу Очень круто А как это могло произойти Что собралась Вот дворовая команда Дворовая команда Казалось бы, сейчас в нашем понимании Нет никакой особенной организации У вас тренер-то был вообще? Ну, у нас был тренер Как я говорю Очень хороший человек Получилась такая ситуация Что Сосновка Это небольшой городишко Да Очень небольшой Там один ЖЭК всего Один Две школы Вот и получилась такая ситуация Что все Ребят Это у нас получился 65-66 год рождения Ребят Очень собралась хорошая команда И тренер Хасанов Валерий Михайлович Так Потихонечку 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 И Привил нам Любовь к футболу Любовь к хоккею И Таким образом Мы выиграли Район Область Россию Ну, раньше были зоны Еще России И Попали на финал Союза Объясните, пожалуйста Такой момент Вы сказали, что в то время В Советском Союзе Не было футбола Профессионального Ну, скажем так Серьезного Серьезного профессионального Футбола не было Был Был футбол Но Профессионалов Не было У меня до сих пор В трудовой книжке Есть запись Когда я играл в Рубине В Казани К этому тоже еще Ну, это мы вернемся Еще к этому У меня в трудовой книжке написано Футболист Нелюбитель Нелюбитель Да Вот таким словом Таким словом Нелюбитель Меня все многие спрашивали Как так Я говорю Да не люблю я его Не люблю Понимаете Это Профессиональный футбол У нас начался уже Более В позднее Время Когда Ну, как Россия уже пошла И тогда Стали переходить На профессиональные рельсы Так же, как и хоккей Так же, как и футбол Так же, как и легкая атлетика Все началось С запада Какие сложности вызывало Это отсутствие Скажем так Официального статуса Серьезного спорта Для футбола В частности Мне интересует вопрос Вот был у вас тренер Да Ему же нужно Проходить Какую-то Квалификации Постоянное Обучение Нужно начислять Заработную плату Откуда это все Бралось Ну, в то время Судостроительный завод Сосновки Очень хорошо работал И он Как Как это Правильно Как Градообразующий Предприятие Градообразующий И как Правильно Говорилось Что При каждом заводе Должна быть Спортивная Какая-то Деятельность Вот Были инструктора По спорту При заводе То есть Была взрослая Спортивная деятельность И была И детская Да Ну а как Раньше у нас Даже в Кировской области Даже зачеты По Перенству области Шли Командные Это Взрослые И дети Сейчас у нас Это Немножко нарушило Сейчас взрослые Есть дети Отдельно Взрослые Отдельно Ну Может быть Это и правильно А может быть И неправильно Не нам судить Ну это Конечно Это время рассудит Время рассудит История покажет Да Итак Зарплату Понятно что Платил Получается Завод Платил Все Квалификации Квалификации Отказался на обучение Куда-то там Ну он обучался Было же Эти же самые Педуниверситеты Ну не университеты Педучилища То есть образование Образование Все было Хорошие и качественные Да Плюс Квалификацию Категорию Он получил Очень неплохую За счет того Что он воспитал Андрея Попугаева В хоккее У него была Высшая категория В хоккее В хоккей В шайбе Футбол И хоккей В шайбе Вот один человек Воспитывает Да Как я говорю Мы зимой Играли в хоккей В шайбе Летом Играли в футбол Мы были Круглый год Заняты Это была Система Распространенная По всему союзу Или вот именно У вас Ну не знаю Я думаю Что это наверное Везде так и было Раньше Ну что Это сейчас Появились Искусственные поля Да Крытые манежи В то время Этого не было И чтобы Все на свежем воздухе Да Чтобы ребята Ну как сказать Не растворились На улице Чтобы были заняты Да И эти же ребята Играли как И в хоккей Так и в футбол То есть на закрытых площадках И вообще не играли Только на свежем воздухе Какие закрытые площадки Круглый год Круглый год Круглый год И здоровье как было Не жалуюсь Боевое Вообще Вообще Очень прекрасно было И здоровье Закалка И выдержка Никаких проблем Ничего Вроде бы и не было Ну это сейчас Я так вспоминаю Что может быть Я и болел Может не болел Откуда знаю Сейчас уже Столько времени прошло Сейчас А сейчас Ребенок кашлянул Все 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 И постельный режим Не На тренировку А Отдыхаем Вот и все Да Времена нынче другие Вы правы Итак Вернемся к кожаному мячу Значит Двенадцатое место Одержала команда Дворовая команда Дворовая команда Сосновки Откровенно говоря Раньше Было Перенство Кожаного мяча Это Сама структура была Это ребята Которые Со дворов Ну Скажем так Или те ребята Да Или те ребята Которые Не участвуют В первенстве Раньше Было там Союза В первенстве России Не участвуют И сейчас Это же самое Те же ребята Которые Занимаются В спортивной школе Но не участвуют Они имеют право Они имеют право Участвовать на Кожаном мяче Но тогда получается Не было спортивной школы Ну почему В то время Про которые вы говорите Наверное Я сейчас не могу сказать Но у нас В Сосновке Не было По крайней мере У нас не было В Сосновке Не было А что дальше С вами произошло Во-первых Как удалось победить Какие были эмоции Ощущения Эмоции было Вообще Ожидаемо Это было для вас Откровенно говоря Никто не ожидал Когда мы поехали На Россию Нам просто сказали Ну Отыграйте Как получится Ну съездите Посмотрите Как там ребятки Играли Тем более Это 78 год Оказалось На вас смотреть Оказалось Получилось так Что мы в финале Обыграли хозяев 2-1 По-моему Насколько Я не забуду Мы проходили Финал России Проходил у нас Пермский край В финале Мы играли с Лысевой Пермского края Мы обыграли их Мы получили путевку В Алма-Ату И мы еще Даже не верили Что мы туда поедем А оказалось Что Поехали Очень здорово Очень Вот это впечатление Очень было Очень шикарно Для мальчишек Дворовых Это просто Когда ребятам 12 лет Это вообще Куда-то Что-то Это просто Голова кружилась От успеха Конечно Когда вышли Уже там На финал Ты там смотришь Совсем другие Ребята Другие дети Другие уже Все по-другому Но Впечатлений хватило Ну конечно А потом Алма-Ата Вот в Алма-Ате Это был и финал Там приезжали Все Как говорится И тренера И интернаты Уже в то время были Рассматривали Смотрели детей Ну Все хорошо Вроде бы Остались в Кирове Никого не забрали Никого не забрали Остались в Кирове В Кирове Или в Сосновке В Сосновке Вернулись Ну как Я вернулся В Сосновку Продолжал так же Играть И с 78-го года Мы каждый год Были участниками России Переноса России Этой же самой командой Ну как Этой же самой командой Там был 65-й год 66-й год На следующий год Например 66-й 67-й Ну логично Ну добавляется Там нет Чтобы И вот каждый год Мы были участниками Переноса России Угу Как дальше Область мы все время Как сказать Выигрывали Этой своей дворовой командой Ну естественно Ну а дальше Получилось Когда я закончил школу Сразу же меня Пригласили Вятско-Полянский Электрон Взрослую команду Отыграв сезон Я стал Обладателем Кубка области В 17 лет Угу В то время Переноса области И Кубок области Участвовало 24 команды Немало Не очень мало И играли все Очень прилично Достаточно сказать Что у нас в электроне Был Володя Щербаков Который прошел Школу Динамо Калиниченко Тренером у нас был Тоже Бывший игрок Кировского Динамо Так что Серьезно все было Так За электрон поиграли За электрон поиграл Ушел в вооруженные силы Без этого нельзя Обязательно Служил я Отметки Служил я в Германии Стал чемпионом Группы советских войск Германии Был приглашен За сборную Играть Но В сборную Германии? Не в сборную Германии А в сборную вооруженных сил На вооруженные силы Там еще были Перемьцы вооруженных сил Между армиями Были Свернования Но у меня получилась Такая ситуация Что Пришло время Ехать домой И был выбор Или Ехать на вооруженные силы Или же Ехать домой Я выбрал Возвращение На родину Жалеете об этом выборе? Откровенно говоря Не жалею Я бы сейчас Наверное Ничего бы не поменял Если бы я что-то поменял Тогда Может быть Что-то и по-другому было А у меня Прекрасная семья Прекрасные дети Прекрасная жена Которые Во всем меня поддерживают Так что Я ни в чем не жалею И семья Получается Сложилась По вашему возвращению Да С Германии Получилось Как приглашение В Кировское Динамо Ну тут соответственно Любовь, морковь Более Одноклассница Дождалась Да Поженились И Переехали Из Славного города Вятские поляны В областной центр Здорово Ну завидный жених Конечно Перевозит в областной центр Не знаю Не знаю Ну а потом Потихонечку Играли Играли И доигрались До официального Приглашения В Казанский Рубин Это было В девяносто Ой Да Девяносто второй год Девяносто второй год Девяносто второй год Расскажите мне пожалуйста Переход из Динамо В Рубин Для вас Лично Насколько был Сложен Я имею ввиду Бросать Ну фактически Бросать Родную команду Кировскую команду Переходить Совершенно В другой регион Я понимаю Что это статус Я понимаю Что это Наверное Совершенно Другие деньги Совершенно Другой уровень Но все-таки Здесь остается Родная земля Родная команда Вы понимаете Жизнь Спортсмена Как даже любого Спортсмена Не только футболиста Не Все зависит От того Где ты родился И как это И что это Это Многое зависит От Многих слагаемых А здесь Получилась Элементарная Ситуация Что Казанский Рубин В то время Были буферные Зоны Это Немножко Сложновато Но все-таки Вторая лига Буферная зона Первая лига И высшая лига Казанский Рубин Играл В буферной Зоне А Динамо Киров Играл Во второй Лиге А получилась Такая ситуация Что Поступило Приглашение Я подошел К руководству Они говорят Пожалуйста Что мы тебя Будем держать Так легко отпустили Да Просто элементарно Но все равно Развиваться нужно Во-первых Во-вторых Все равно Это какой-то рост И это все равно плюс А оказалось так Что мы оказались В одной зоне Объединили Просто Набрасно Киров И мы уехали Из Кирова Тогда не только Я Тогда уехал Олег Данилин Леонид Ефимов Мы втроем Вернули Ну как Поехали в Казань А откровенно говоря Что там Тяжело Не тяжело Есть Слово Надо И все Если я вас правильно понимаю То для спортсмена В этом случае Главное Это Своё собственное развитие Зарабатывание очков Соответственно Своё развитие Во-вторых Улучшение Материально-технической базы Тем более Уже была семья Супруга Дочка Нужно и об них было думать Что, чего и как И переезд В миллионный город Всё равно Даёт больше преимущества Даже для семьи Для перспективы Для дочки Даже для семьи Ну вот Два года я отыграл там В Казани Было всё хорошо Получилось немножко Странно За два года вы забили 135 За четыре года За 135 игр Да Там четыре года я был За 19 голов Попал в символическую сборную Татарстана Угу Почему символическую? Ну У каждой там Республики У каждой там Есть символическая сборная Когда Тем более мы играли Рубин был в первой лиге А КамАЗ Набережный Начал на высшей лиге Угу Есть Какая-то Грань Да То есть вы получается Участвуя в символической сборной Ту грань перечеркивали Ну Немножко Да Как говорится Немножко нарушил Ага И получилось так Что Финансовая Составляющая У Казанского Рубина Немножко ухудшилась И руководство Мне предложило Сначала Вариант Саратова Я сказал Нет Я поеду В Киров Так Вернусь обратно Так Вернулся в Киров И В 94-м году Отыграл сезон И Как-то так случилось Что Клуб Не стал никому нужен Футбольный клуб Динамо Да Угу И Стал выбор Или заканчивать с футболом Или Что-то искать на стороне А вы чем-то другим Кроме футбола В жизни занимались? То есть искать что-то Другое Заканчивать с футболом Это значит Что для футболиста Для футболиста Это очень тяжело Откровенно говоря Очень тяжело Очень много футболистов Которые Ну не только футболистов Спортсменов Которые заканчивают С профессиональной деятельностью Начинаются Как я говорю Всякие неудобства Всякие казусы Ну это история История этого много значит Это много значит И как-то нужно Семью кормить И все надо Что-то по-другому надо Или куда-то перестраиваться И идти Куда-то работать К станку Ну Как я говорю Слесарево-слесарево Кесарево-кесарево Да Если я умею делать Что-то хорошо Я лучше это буду делать хорошо Ну и так Невзначай Мне позвонили Тренер Богданов Валерий Петрович Так вы где с ним познакомились? А Как я говорю Футбольный мир Он корот Не короток Тесен Тесен И где-то услышал Где-то что-то Где-то как-то То есть он на вас услышал Да И они были неплохими друзьями С Ансанычем Соковниным С нашим тренером Кировского Динамо И где-то слово за слово Петрович позвонил Сказал Есть такой вариант Ехать в Бангладеш Куда? Что это? Где это? Как это? Это было? Ну решение опять Как я говорю Благодаря супруге Она мне сказала Ну почему бы нет? Она здесь осталась с семьей? Да Тем более был вариант какой Что я уезжаю туда На просмотр на месяц Возвращаюсь Забираю их Ну Немножко не сложилось И получилось так Что я уехал на весь сезон В Бангладеш Один сезон Это правда? Да Давайте вот здесь подробнее Система Футбольная В республике Бангладеш Вообще Давайте сначала Расскажем Что это за страна Если не ошибаюсь Восьмое место В мире По численности населения Территория гораздо меньше Чем территория Российской Федерации Со временем Даже Кировской области Даже наверное Не знаю У Кирова-то не поменьше Народу там тьма Народу очень много Очень и очень много Как там бытовые истории складываются Как там с футболом дела? Откровенно говоря Бытовые условия Как правильно сказать Меня они не интересовали абсолютно Ну потому что по контракту Нам все предоставлялось Первое время мы жили Комфортабельно Да Первое время мы жили вообще В доме В двухэтажном С двумя палисадами Выход Как я говорю Пять минут до стадиона Через какое-то время У них контракт закончился С этим домом Нас просто-напросто Не отправили А мы переехали В посольство России В Бангладеш Там вообще очень хорошо В любое время У него бассейн Очень хорошо Когда на улице 30 А бассейн под боком Очень хорошо Климат Сказался на вас? Там же жара такая Ну жара Мы играли в основном В основном у нас По-моему две игры за сезон было Мы играли в 7 часов вечера А остальное время Мы играли в 9 вечера Это уже свежо И что такое жара В Бангладеш 30 градусов Когда мы были участниками Кубка Азиатских стран По-моему У них там проводится Аналог Лиги чемпионов Собираются все чемпионы И играют там В Калькутте Это Когда в Калькутте 52 Вот это да Ощутимо А когда 30 А когда 30 А когда 30 Нет там мы играли днем Потрясающе Да представляете Когда Катишься по траве Она Не освежает А сжигает все Абсолютно А там Настоящий газон Да Там нет такого Там Это у нас Как говорится В России только Искусственные поля А основное все Это живые поля И так Тихонечко Тихонечко Так Как там история С футболом Ну история В принципе У них разрешается Всего Иметь При команде 4 иностранца Это если Клуб Имеет на это Финансовые Возможности У вашей команды Вашего клуба Получается Такие финансовые возможности Были У нас были Да И нас пригласили туда Помимо тренера Мы Были С Володей Андреевым Это Из Сверганы Мальчишка И я Потом Они пригласили Перед этим У них еще были Два С Нигерии Но их отправили Тут же И в конце Сезона Приехали Два Венгра Два Румына Как происходил Отбор Почему Такой разброс Там Дело в том Что там Занимаются Этими Вопросами Агенты Соответственно Каждый агент Предлагает Своего Предлагает Своего Соответственно Свои цены Соответственно Да Свои цены Соответственно Свои контракты Все свое А Там Как я говорю Там Очень любят Крекет И Футбол Плюс у них Очень хорошо развит Хоккей Хоккей на траве Да Хоккей на траве Ну Вряд ли на льду Конечно Но футбол Там очень любят Там На каждой игре По 60-70 тысяч Зрители Зрители 60-70 тысяч Да А вы играли там В столице Да Мы в столице играли Дака На центральном стадионе И когда был Финал Нам достаточно было Грубо говоря Сыграть в ничью Угу И мы это выполнили Вот это был ажиотаж Ай-яй-яй Я такого еще никогда не видел А в чем это заключалось? Ну вот сейчас вы наверное смотрите Футбол Показывают Там Выиграли кубок какой-то Фейерверк Там Лепестки летят Там Золотые бумажки какие-то А там это все делается краской Разноцветной Как здорово Заходишь в раздевалку И летит на тебя ковш Красный В раздевалке Потом летит синий То есть свои еще, да, поздравляю Да Потом летит синий Еще какой-то После финала Мы не знали как отмыться Это честно, откровенно Чтобы память осталась надолго Да, наверное Эмоции, конечно Ну и грубо говоря Болельщики там Очень благодарны Очень порядочные Хорошо принимали на странице Принимали По крайней мере Если ты играешь Принимали очень хорошо Очень хорошо И когда Ну представьте Автобус Сто метров Он не едет Его несут на руках А, как здорово Здорово Это страшно Это страшно Ну вы с одной стороны, да Вот нам так послушать потом Да Эмоции очень хорошо Очень много Очень много фотографий Эмоции очень хорошие Сергей Практическая часть Вопроса футбола Бангладеш Ваш клуб У которого были деньги Чтобы привозить Иностранных Футболистов Профессиональных Да, будем говорить Нелюбителей Нелюбителей Да, нелюбителей Нелюбителей Правильно сказать Но они на этом Зарабатывают Они на этом зарабатывают Конечно А как Вы представляете Сувенирные продукции Продавались Ну, откровенно говоря Мы с Андрюхой Побывали на всех свадьбах Команды И не только команды Потому что у них там Есть такое правило Белый человек Если он присутствует на свадьбе Это все Это круто Это для них все Это, конечно, шикарно Ну, и сейчас такое-то же Так оно так же осталось Но никуда не делается У них все то же самое Белый человек Это белый человек Первый раз Когда, конечно Меня ошарашило Это когда я сел в автобус После игры И на меня посыпались деньги Таки Так называемые их деньги Таки Откуда? Прямо окна автобуса Ну, представьте 30 градусов Разве окна закроешь? Прямо через окна Болельщики китали деньги Выбрали? А дело-то в том, что А как их не взять? Это, как они говорят Это бонус За игру Ну, как чаевые Да Для них Спасибо за красивые Они самое, что интересно Они, может быть, и последнее свое отдавали Но Я не представляю Как это увидеть Кто это даже бросил Ну, это такой способ, да? Как-то показать свое уважение Да, это отблагодарить Да Свое уважение к игроку Свое какое-то намерение У них действительно есть улица Которая Все магазины Это Абахане Клуба Следующая улица Мухамедана Это все Улицы Все И там прямо магазин Они прямо тебя затаскивают в магазин Чтобы ты что-то приобрел Что-то купил Для них это все Это, конечно, интересно Но Может быть, немножко и шокирует Ну, конечно А как там построена система обучения футболу? Насколько там профессиональный все-таки спорт? И удалось ли вам познакомиться с тем, как дети занимаются футболом? Ну, как дети Дети в основном Ну, это вот Возвращение в наши 70-е годы 78-й, 79-й год Вот у них было все на таком уровне Они Ну, нищая страна Откровенно говоря Они бегают босиком В шортах вот них С другой стороны, им зачем? Ну, да, на самом деле Им шубы не нужны Шапки не нужны Ну, а так они Целыми днями носятся на стадионе Вот на клубном стадионе Они целыми днями бегают И рады, довольны И все хорошо Итак, Багнадеш ясно Здорово отыграли один сезон Почему не остались еще? Ну, было приглашение там еще съездить в Малайзию Но что-то Как-то мне стало очень это Не по себе, что Супруга полгода здесь одна И как-то Не очень-то хорошо ее оставлять А вот так честно, Сергей Много заработали там За эти полгода? Ну, откровенно сказать Я неплохо заработал Я благодаря этой поездке Я поменял квартиру Вроде бы все хорошо И неплохо В России была бы возможность У вас так заработать? Ну Я же уже говорю Что дело-то в том, что Если что-то поменять Я ничего менять не буду Потому что все познается в сравнении А то, что вы говорите Там в России В России можно было заработать Но для этого Нужно, как говорится Попасть в тот клуб У которого есть на это возможность А как туда попасть? А как туда попасть? Сразу же вопрос, да? И все вопросы, вопросы, вопросы А ответы где? Сразу же загадка такая А где ответы? Ответы Восстановление Восстановление То, что разрушилось Быто Быто, да Пока то, сё Поменял квартиру И перед Новым годом Мне поступило предложение Позвонили с Казани Голов Начальник команды Говорит Сергей Петрович, не хочешь? Я говорю Так в принципе Ты не против Ну и так получилось Что приехал К Волчку В клуб Быв тренер Покойничек Правда, конечно Но Семенович был Порядочный человек Он сказал Мне всё устраивает в тебе Подписываем контракт Вот тогда я подписал Первый контракт Они знали, конечно, да Что вы С Голубой поступали? Конечно Как не знают У нас же Как я говорю Футбольный мир тесен Не то, что футбольный мир тесен Любая спортивная жизнь Она Как сказать На виду? Много общения Много знакомых Много друзей Много всего И всё это быстро передаётся И Все всё знают Быстро Так в Рубине Вы выступали Вы ещё потом Два года Насколько? Да, потом Я после этого Ну, после Бангладеш Вернулся на два года В Рубину Стал победителем Второй лиги Получил малые медали От Колоскова Ну, и пришло время В принципе-то Тридцать лет Пора бы уже Это Закругляться с футболом И переходить на тренингскую Ну, не знаю Как это сказать Я когда На эту тему думал Я говорил одно Что я никогда Не стану тренировать детей Так Что изменилось? Не знаю Что-то мне щёлкнуло И всё И сейчас работаю с детьми Доволен Рад этому Замечательно Да, на этой ноте Мы и закончим Нашу программу К сожалению, не успели Вот хотелось бы Мы с вами ещё поговорить О вашей системе подготовки О том, какие знания Вы ребятам передаёте Но я думаю, что мы Следующий день Ну, я думаю Мы ещё встретимся Обязательно встретимся Так сегодня Мы просто услышали С собственными ушами Простую историю Как из Сосновки Из дворовой команды Можно покататься по миру Ну, заработать денег Естественно Что ж греха таить Да, всё Всё равно для этого делается Заработать денег Показать себя Проявить себя Посмотреть на то Что такое настоящий спорт При отсутствии такового В тех условиях В России Да, в Советском Союзе Поэтому всё в руках Каждого из нас Да, каждый способен на всё Конечно На всё лишь Все ворота открыты Главное только захотеть Только захотеть Да, спасибо большое Сергей Муисеев Спасибо большое Чемпион Республики Национальной Бангладач 95-го года Один из самых сетлованных игроков Футбольного клуба Динамо Киров Спасибо большое, Сергей До новых встреч До новых встреч Спасибо большое До свидания До свидания С верой в спорт